Здравствуйте! В этом видео мы сошьем милое детское платье из теплого хлопка с воротничком. Вы, конечно же, можете сшить по аналогии и платье для взрослых, и выбирать любые материалы, которые вам понравятся, но пример можно посмотреть здесь. Для пошива нам потребуется основная ткань. В качестве ткани я буду использовать теплый хлопок. Это разновидность хлопка, которая похожа на фланель. Она имеет такую бархатистую, мягкую поверхность, но с внутренней стороны она более ровная, и волокна очень четкие по очертаниям. По плотности она чуть менее тонкая по сравнению с фланелью, и еще она не образует катышки, которые свойственны, к сожалению, фланели, и оставляет свой первоначальный хороший красивый вид даже после множества стирок. Этот материал очень доступный и приятный в цене, плюс он полностью гипоаллергенный, поскольку на 100% состоит из хлопка, а значит и детям, и взрослым будет в нем комфортно. Для украшения, для декорирования платья я буду использовать вот такую хлопковую кружевную тесьму. Я заказывала ее в интернет-магазине Искусница. Взяла с запасом, потому что она такая универсальная и прекрасно подойдет под любой принт. Также нам потребуются пуговицы. Три, максимум пять пуговиц, на ваше усмотрение. У меня здесь нет классических круглых пуговиц. Это цветочки, яблочко, деревянная пуговица и пластиковые сердечки. Деревянная пуговица всегда беспроигрышный вариант, потому что также сочетаются с любым принтом. Еще я хочу сшить воротнички для этих платьев. И, скорее всего, буду сшить воротничок из основной ткани и из другой, простого белого хлопка. И хочу сделать вышивку каких-то маленьких цветов или, возможно, даже надписи из мулине. Эту мулине я тоже заказала в интернет-магазине Искусница. В интернет-магазине Искусница представлен огромный ассортимент различных товаров для шитья и рукоделия, фурнитура, инструменты, какие-то декоративные элементы. Помните, примерно год назад я шила пальто за один вечер и украсила его аппликациями в космической тематике? Эти аппликации были как раз бренда Hobby and Pro, и заказывала я их на сайте Искусницы. Бренд Hobby and Pro мне очень нравится своей эстетикой. У них всегда очень красивые инструменты, и самое приятное, что цены очень-очень доступны. И для всех зрителей этого видео бренд Hobby and Pro предоставил скидку в 20% в интернет-магазине Искусница. Также на сайте действует дополнительная скидка 3% при внесении предоплаты, поэтому скидка будет суммироваться и того 23%. Воспользоваться этим предложением можно в течение 5 дней после выхода этого видео. На сайте интернет-магазина Искусница вводите промокод УЮТ, чтобы применить скидку. Ссылку на интернет-магазин, а также купон продублирую в описании к этому видео. Кстати, у меня появилась новая шкатулка для инструментов, которая мне очень-очень нравится. Она суперкомфортная и вместительная. Хочу рассказать о ней подробнее. Она двухэтажная, с двумя отсеками. Первый побольше сверху и снизу чуть поменьше. Посмотрите, сколько инструментов у меня здесь вместилось. Иголки, лапки, фломастеры, булавки, весь набор ножниц, шпульки и даже еще осталось место. У этой шкатулки есть удобный кармашек, и в него можно вложить какие-нибудь мелкие детали. Например, те же самые лапки или некоторые катушки ниток. Плюс есть еще такая удобная подушечка для булавок и иголок. Вы фактически можете расположить ее на столе и параллельно шить. При необходимости брать инструменты, брать булавки, все находится под рукой, все организовано и аккуратно. Предыдущее видео на канале было экспериментальным. Я сделала влог, и как раз в этом выпуске я показывала инструменты, которые заказывала в интернет-магазине Искусница. Поэтому полную распаковку можно посмотреть в предыдущем видео. Там очень-очень много красивых и полезных инструментов. Покажу сейчас то, что находится в моей коробке. Это металлизированные нити, серебряная и золотистая, а также прозрачная мононить. Здесь у меня весь набор ножниц. Это красивые серые ножницы. Также бренда Hobby & Pro. Здесь я держу лапки. Отдельная секция для игол и булавок. Также заказала в Искуснице вот такие минималистичные булавки-гвоздики. И еще из необычного дисковый нож. С помощью такого ножа можно вырезать аккуратно мелкие детали. Или, например, кроить деликатные ткани, шелк. Также очень удобно использовать дисковый нож, когда вы кроите подвижные ткани, например, вискозу. Потому что можно разложить ткани на столе и аккуратно пройтись ножом. Волокна не смещаются и крой остается ровным и без дефектов. Но этим дисковым ножом необходимо пользоваться на специальной поверхности, потому что он достаточно острый. Как раз для этого я заказала коврик, специальный коврик для дискового ножа. Он самовосстанавливающийся, то есть поверхность как бы должна немножко затягиваться после разрезов. А еще он двусторонний. Можно использовать обе стороны. Плюс есть разметки различных диаметров, треугольников, углы, овалы. Здесь есть разлиновка по сантиметрам с каждой стороны. Это очень удобно, если вы увлекаетесь лоскутным шитьем. А с оборотной стороны разлиновка немного отличается. Плюс есть те же углы немного в другом оформлении. У дискового ножа есть защита, поэтому он достаточно безопасный. Для того, чтобы раскрыть нож, необходимо просто отодвинуть пластину снизу и нож готов к работе. Вот так чисто и идеально он срезает с первого раза. В прошлом видео по пошиву детской одежды я шила костюмчики. Я использовала одежду в качестве выкройки. Переснимала выкройку с готовой одеждой. Сегодня я хочу использовать выкройку из журнала Патронос. Это 10 номер 22 года. Здесь похожие модели платьев, но с разными элементами. Немного отличаются по крое. Это теплый хлопок из магазина Мастерская дома. Я прикреплю ссылки на интернет-магазин. И в нем можно найти большое количество именно хлопковых тканей различного вида. Это и теплые хлопки, и вельветы, и велюры, и муслин, и фланель. В общем, все хлопковое для домашнего текстиля и одежды. Я перевела выкройки, и теперь буду кроить. Я сложила материал пополам. Соединила с одной стороны две кромки, с другой стороны сгиб. Спинку я приложу к сгибу, а застежку сделаю посередине спереди. Оставляю небольшое пространство снизу для припусков и очерчиваю по всем срезам. Выкройки даны без припусков на швы, поэтому нужно будет дополнительно подстроить еще и припуск. Теперь к середине передней детали я дострою примерно 3 см для планки и продолжу вот здесь линию. Прямо на ткани можно сразу же сделать воротник, отложной воротник. Для этого вам потребуется деталь полочки, то есть передняя деталь и деталь спинки. Сначала приложите полочку и очертите линию горловины, линию середины и линию плеча. Теперь приложите деталь спинки, совместив плечевые линии. И нам необходима внешнюю плечевую точку, то есть та, которая ближе к рукаву, к пройме, немножко завести в сторону полочки, то есть внахлёст. А вот в этой точке плечо остается на прежнем месте. Заводим примерно на 5 мм, максимум 1 см. Это делается для лучшего прилегания воротника к платью. Очертили середину, очертили горловину и можем убирать. Теперь нам к этой линии необходимо достроить ширину воротничка, например, 6 см. Просто откладываем 6 см по всей длине, по всему срезу горловины. Теперь углы по серединкам можно округлить, например, вот так на глаз. То же самое можно повторить здесь. Для того, чтобы срезы получились в точности одинаковыми, лучше совместить эти уголки и срезать. А по спинке можно вообще не закруглять и оставить воротник как бы цельным. В данном случае нам потребуется достроить еще 1 см в качестве припуска на швы. Вот и наш воротник. Точно так же можно скроить абсолютно из любой ткани, контрастной, не обязательно из основной. Ну и поскольку воротник двуслойный, а нам нужны 2 такие детали, то краем точно так же еще раз. Можно просто приложить и сразу вырезать в 4 слоя. Кстати, по горловине я оставляю примерно 5 мм в качестве припусков на швы. Также можно кроить середину спинки, то есть срез, который мы не округлили, расположив со стороны сгиба, для того, чтобы у нас не было лишнего шва. Воротнички можно продублировать тонким дублерином, но в целом это не так обязательно. Но если ваша ткань тонкая, не держит форму и даже просвечивает, то можно ее немножко продублировать тонким полупрозрачным дублерином. Можно, например, продублировать только один слой, а второй оставить мягким. Накладываем сверху проутюжильник и приклеиваем. И еще один участок, который я хочу продублировать, это область планки. Я воспользуюсь готовой клеевой кромкой, она нити прошивная, и приклею ее посередине передней детали, то есть вот по этой линии. Все-таки мы будем там обрабатывать петли, пришивать пуговицы, и этот участок должен быть более прочным. Готово. И то же самое с другой стороны. Сразу же можем подготовить эту деталь к следующему. Этапу нам необходимо заутюжить 2,5 см, либо тот припуск, который мы оставляли. Также я отгибаю примерно 5 мм наизнанку и сразу фиксирую. Мне останется только проложить строчку, планка будет готова. Как правило, в женских изделиях, в изделиях для девочек, правая половинка накладывается на левую, то есть нам необходимо наложить детали друг на друга вот так. И сейчас мы можем по правой детали сразу же обметать петли для будущих пуговиц, а можно сделать это в самом конце. Накладываю одну деталь на другую. Нам важно перекрыть строчку, скрепляем детали. И теперь можем присоединить переднюю деталь к спинке, то есть к задней детали. Совмещаем плечевые срезы, боковые. И прокладываем строчку, срезы обметываем. Также можем сразу собрать рукава, складываем их пополам и прокладываем строчку. И сразу же, пока я за универсальной машинкой, соединю боковые срезы по юбочной части платья. Вот здесь короткие срезы с двух сторон. Затем хорошенько поутюжим срезы, поутюжим швы и будем двигаться дальше. Сейчас можем присоединить рукава, а после этого юбку. Вывернем рукав на лицевую сторону, верхнюю часть платья, то есть лиф, наизнанку. Совмещаем боковой шов и шов по рукаву и скрепляем булавкой. Далее скрепляем их вместе по кругу. И прокладываем сразу же строчку. У юбочной детали я обметала срез низа изделия. Его можно будет просто подогнуть наизнанку и застрочить. А вот по верхнему срезу необходимо сделать дополнительную строчку, для того, чтобы собрать этот срез на сборку и присоединить уже к верхней части платья. Для этого я просто устанавливаю самую большую длину стежка. У меня, например, 5 мм. И прокладываю строчку по всему кругу. В конце этой строчки лучше всего оставить небольшие хвостики, для того, чтобы мы могли затянуть. И лучше всего затягивать нижнюю нить, то есть нитку с той стороны ткани, которая располагалась снизу ткани, когда вы шили. Нам необходимо затянуть сборку до той степени, пока длина среза не будет равна длине среза лифа. Аккуратно перемещаем сборку. Периодически сверяемся. И затем завязываем узелок, чтобы сборка не распалась. Распределяем сборку равномерно по всей длине. И присоединяем к верхней части. Можем вложить верхнюю часть в нижнюю. То есть сейчас мы их совместили лицевыми сторонами вместе. И скрепляем булавками. Юбку пришили. Остается только обметать срезы. Также я заодно обметаю срезы по рукавам, то есть по пройме. И нам остается только обработать планку и пришить воротник. Воротник можно сделать съемным. Можно его сразу же присоединить. Все на ваш вкус. Воротнички нам необходимо соединить лицевыми сторонами вместе. И поскольку у меня есть средний шов, то есть сзади, то сначала я соединяю по этим швам. Прежде чем соединить два слоя, я хочу прикрепить декоративную тесьму. Поэтому сейчас я буду ее декотировать, то есть просто отпарю. Для того, чтобы она дала усадку. Плюс еще можно ее дополнительно сформировать, чтобы она была более округлой и лучше легла вот в этих округлых участках. Но это не так обязательно. Эта тесьма очень хорошо формуется, поэтому вы можете придавать ту форму, которая вам нужна. И даже не придется создавать дополнительную сборку. Теперь возьмем воротник и приложим нефигурным срезом, то есть срезом, который мы хотим оставить внутри. Вот так ближе к срезам воротника. Я не прикладываю прямо близко к срезу, потому что строчка пройдет примерно на 5 мм от края воротника. И в результате эта строчка захватит примерно 1-2 мм от декоративной тесьмы. Вот здесь я изгибаю тесьму. Можно даже ее немного припосадить, то есть добавить дополнительную волну, для того, чтобы вот здесь появилась свобода, которая красиво отогнется в результате. Теперь поверх одной детали воротника я накладываю вторую, совмещая по округлым внешним срезам и прокладываю строчку с отступом 5 мм от края. Соединили две части воротника, между ними у нас осталась декоративная тесьма. И прежде чем вывернуть, нам необходимо немного сократить срезы. Я для этого буду пользоваться зигзагообразными ножницами. Они немного профилируют срез, сократят его толщину, и при выворачивании здесь не будет никаких заломов и толщины. Это ножницы тоже бренда Hobby & Bro, очень качественные, хорошо разрезают до самого конца. Нам необходимо присоединить край основной детали воротника к середине планки. У меня это, к примеру, с отступом около 5 мм от края планки. С одной стороны и с другой. Мы делаем этот отступ, поскольку когда планки накроют друг друга, воротники сойдутся и будет очень аккуратно. Сейчас будет здорово проложить строчку с отступом 5 мм от края, а после этого мы уже обработаем срез горловины. Воротник пришили, присоединили, и теперь можем закрыть срез готовой косой бейкой, хлопковой либо атласной, на ваш вкус. Нам необходимо примерно сантиметр вывести за пределы планки, вот таким образом. Раскрыть косую бейку и присоединить ее, совместив с краем горловины. И затем проложить еще одну строчку с отступом 5 мм от края. Теперь отгибаем косую бейку на изнаночную сторону, хвостик прячем вовнутрь и отгибаем косую бейку на изнанку. Вот таким образом. Фиксируем булавкой, и после этого нам необходимо будет проложить строчку насквозь, но при этом отогнуть воротник, то есть строчка пройдет вот здесь. Вот такая аккуратная горловина у нас получается. Все скрыто, никаких лишних строчек и аккуратный воротничок. Вам остается только обметать петли на машинке, пришить пуговицы. Еще я пришила декоративную тесьму и по низу платья, мне кажется, получилась единая цельная картина. По низу рукавов можно просто подогнуть и прострочить срезы, а можно сделать кулиску и ввести внутрь эластичную тесьму, чтобы подсобрать рукава. Будет тоже очень красиво. Субтитры создавал DimaTorzok Благодарю вас за просмотр этого видео. Надеюсь, я вдохновила вас на пошив милых, красивых, романтичных платьев. Напоминаю про промокод на скидку в интернет-магазине Искусница, которым вы можете воспользоваться в течение пяти дней после выхода этого видео. Желаю вам хорошего дня. До встречи в следующих выпусках.